Путешественники готовятся к пробегу не только в автосервисах, но и в фотостудии. Перед стартом познакомились и приняли участие в фотосессии проекта. Рассказывают сейчас вовсю, изучают маршрут, поездки, достопримечательности, которые увидят. Уже в предвкушении. Для Дениса всё в новинку. Дальше Омска не ездил. И больше всего ждёт экскурсии на АвтоВАЗ. Об этом мечтал ещё мальчишкой. У меня были тольяттинские автомобили 12-го модели, поэтому мы его произвели там. Я считаю, будет интересно смотреть. Может быть, мы попадём на конвейер. Я думаю, попадём, где всё это производится. И очень интересно. Конечно, такие вещи, как Родина-Мать, Волгоград, это города боевой славы. Это тоже те места, которые хотелось посетить. Многие участники нашего пробега – опытные автопутешественники. Андрей рассказывает, все участки трассы помнит наизусть. Уже не раз ездил на машине на юг. В день легко преодолевал по тысяче километров. В дороге отдыхает. В эту поездку отправится с женой. Она тоже со мной не раз ездила. Опытный штурман. Без навигаторов по картам едем, по Атласам без проблем. Пять раз ездили в ту сторону. Это Краснодарский край. Раз в Крым съездили, сразу после пересоединения обратно его домой. Но мы ездили одни. А тут большая компания и веселее. Мы побываем на Урале, в Ростове-на-Дону, в Олимпийском Сочи. Своими глазами увидим скульптуру «Родина-мать зовет на Мамаевом кургане в Волгограде». Будем возлагать венки к памятникам в местах сражений наших земляков. Во всех городах нашего маршрута нас ждут и подготовили для жителей края насыщенную программу. С удовольствием ждем представителей географического центра России города Красноярска. Думаем, что вы обязательно должны посмотреть главную высоту России Мамаев курган. Нашу замечательную, крупнейшую в Европе музей панорамы «Сталинградская битва». Посмотреть на красавицу Волгу, полюбоваться центральной набережной Волгограда. Во время поездки посмотрим и как работает импортозамещение. Мы побываем на крупнейших заводах, предприятиях и фермерских хозяйствах. Ну и, конечно, кульминация нашей поездки – цветущий Крым. Жемчужина курорта Ялта, город боевой славы Севастополь, Судак и Феодосия. Осмотрим самые известные крымские города. Организаторы автопробега говорят, составляли программу путешествия так, чтобы было интересно всем. Очень здорово, что с нами едут абсолютно разные люди, как социального статуса, так и интересов, кругозора какого-то. Это и даже разные территории, например, с нами едут предприниматели из Большого Улуя, едет семейная пара из Красноярска, из Кызыла семейная пара. Я думаю, что получится реально незабываемое приключение. Участники пробега станут еще и главными героями дорожного кино, а его будут снимать журналисты канала. Уже осенью наши телезрители смогут увидеть отчет о путешествии сибиряков в Крыму в эфире «Енисея». По итогу мы увидим телевизионную версию. Собственно, она будет представлена в программе «Новости», она будет представлена в программе «Утройные энисеи». Это будут сюжеты, которые будут выходить в другое время, непрограммные. И это будет отдельный телевизионный проект, который будет посвящен путешествиям. Мы будем показывать о том, как можно на автомобиле добраться до Крыма. И если у вас есть автомобиль в Крыму, как можно его использовать для того, чтобы наиболее эффективно отдохнуть. Стартует наша колонна уже 16 августа. Экипажи уже сформированы. Но если вы очень хотите присоединиться к нам, звоните, что-нибудь придумаем. Телефон вы сейчас видите на экранах. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости.